тихонько Максим Николаевич знает, что у меня было ущемление педалищного нерва, да, я не могла даже ногу на бордюрчик поднять, как будто, знаете, кавказская пленница, как он укол делал Маргунову, Маргунову делал, вот такой шприц, да, вот это, знаете, он ему бью, вот это у меня вот такое ощущение, что мне вот так вот делали укол тоже, вот, ну, благодаря, конечно, молитвам Максима и Господу нашему, Господь исцелил меня. Я всегда вот мучил вопрос, почему Господь возвращает то, что Он исцелил, вот Он исцелил, но потом почему-то это, ну, это не Господь возвращает. Ну, как это, ну, а как, опять продолжаем, я такие вот знакомые даже вот, исцелила драка, а потом чертил. Вот поэтому вам надо на школу исцелить. Да, ну, в общем, короче говоря, я по-быстрому хочу, ну, опережает. Да, да, давайте. Вернулась. Я говорю, Господи, как же так, Ты же исцелил меня, как же Ты мог вернуть, подожди, я половину города, ну, я образно, конечно, говорю, половину города всем объясняю, что Господь исцелил меня, и теперь, ну, не дай Бог, я встречу этого человека, он говорит, ну, как твой нервы, я говорю, что ты знаешь, что-то опять болит, вот что значит твой Господь. Я говорю, Ты не имеешь права вернуть мне эту боль. Вы знаете, в тот же момент она исчезла. Аминь. В тот же момент. Переубедили Господа. Да, вы знаете, я сама удивилась, когда я ему сказала, ты не можешь этого сделать, потому что я, ну, кажется, вот кто ко мне посовелил, там, и говорю, ой, тут у меня тут болит, и тут болит, и тут болит. Я говорю, знаете, вот меня Господь исцелил, вот здесь такая вот прекрасная комната исцеления, приходите, и Господь вас обязательно исцелил. Вы знаете, в тот же момент оно прошло, и все-таки, вот, у-у-у, благо Господу, до сих пор оно у меня. Оботритесь. Да. До сих пор. Да, плевали все углы. Да. Да, прямо. Ну, хорошо, хорошо. Это народный плеск. Хорошо, хорошо. Это еще не все. Мы проходим стадию обучения. Да, да. Теперь у меня очень скрутила нога правая. Ну, вы знаете, до того, что я ночью по три соблета с пальмого напила, и даже сочувствовала наркоманам, стала сочувствовать в Божьем. Если у меня так крутит нога, что я не могу спать даже, или я не могу эту ногу никуда сунуть, чтобы она у меня перестала болеть, то как же эти бедные наркоманы? Их, наверное, выкручивает вообще. Вот, знаете, прямо жалость появилась. Ну, конечно, куда я пришла? Я пришла в комнату исцеления. Спасибо. Тут тоже помощники есть. Танечка была. Она помолилась, и Господь исцелил меня. Вот как только непогода, ливень, дождь или что-нибудь такое, но до того крутила шок. Потом я даже сама не заметила, как это все прекратилось. Это называется метеозависимость. Да, прекратилось это все. Ну, вы знаете, вот несколько недель назад оно все вернулось. Вернулось, опять стала крутить, нога, это, опять я пью таблетки. Думаю, Таня, надо, наверное, возвращаться. Я так понимаю, что надо возвращаться. Что-то тут не так. Я понимаю, что я не святой человек, что я могу ошибаться, я могу делать колоссальные ошибки. Ну, значит, надо возвращаться. И я вернулась. У меня есть даже свидетель. Вот я вернулась, правда? Я пришла, села, я посидела ровно пять минут, я вскочила и ушла. Я не знаю, какая села, меня подняла и вытолкала. И в ту же ночь опять у нас так началась. Таня, подожди, дьявол, что ты мне тут забиваешь баки? Мне надо сюда приходить, и я буду приходить. И вот я уже, слава Богу, прихожу. Аллилуйя, сейчас нормально? Да, бой. Да, не пусть, папа. Слава Господу. Слава. Иногда человеку нужно пройти различные стадии понимания. Вы помните, да, Ио, который страдал, когда он исцелился, когда он сказал, все, короче, искупитель мой жив и точка. И он получил исцеление. Знаете, часто бывает такое, что в нашем разуме бродят различные мысли, как скакуны качут, и мы скачем за ними. Но Господь возвращает нас к своему слову о любовь. Поэтому, слава Господу, за то, что Бог верит. Аминь. И это свидетельство показывает нам, что не нужно верить дьяволу, а нужно верить Богу. А что, брат, давай подходи сюда. А вы меня помните? Я поднялсью. Я поднялсью. Я поднялсью.